Радио Свобода Ну вот мы и поговорим, наверное, вначале на исторические темы. Владимир Путин подписал указ о строительстве мемориала жертвам репрессий. И, в общем, наверное, это важное событие. Николай, ну что, вы рады, что реализуется решение 22-го съезда КПСС? Ну, да, да, конечно. То есть не могу сказать, что я просто прыгаю, хлопаю в ладоши. Но, да, это хорошо, это позитивно, несомненно. Ну, а Соловецкий камень, он чем, собственно, не устраивал? Вот есть, собственно, такой мемориальный памятник. У него люди читают списки погибших. И 30 октября будут, как обычно, читать вот такая традиция. А зачем нужен государственный мемориал жертвам репрессий? Ну, государственный мемориал нужен тем, что он государственный. Соловецкий камень действительно хорош. И потому, что он камень, и потому, что он тоже уже стал символом, несомненно. Но он не государственный. Он для души. А государственная позиция здесь очень важна. Потому, что у нас страна казенная. Поэтому от позиции государства, а в государстве от позиции первого лица, зависит эта тема и восприятие ее в обществе во многом. Ну, что такое государство? Государство – это средство массовой информации. Значит, если у государства официальная позиция вот такая, то, значит, именно в этом русле будут работать федеральные каналы. Значит, именно в этом русле они будут настраивать наших сограждан. А если нет, то они будут настраивать в ином русле или вообще ни в каком. Поэтому государственная позиция важна. Она важна просто для установления и для создания определенного общественного мнения. Ну, вот Путин в свое время ездил же в Бутово, на полигон на расстрельные, где там теперь тоже мемориал. Ну, что-то принципиально изменилось. Вот периодически власть кидает прогрессивной общественности одну кость, другую кость. А в то же время слушает, доест. В общем, в это время появляются какие-то учебники, например, там с эффективным менеджером или еще что-то. То есть одна рука, значит, подписывает указ о мемориале, а в это время идет процесс такой частичной ресталинизации. Ну да, конечно. Ну, так всегда у нас было. Так было и при Александре-Освободителе, и при Александре-Третьем миротворце и так далее. Так было всегда. Так было и при Брежневе, когда тоже боролись две тенденции. Так и сейчас. Но абсолютно убежден, что, скажем, пресловутый поход в Бутово, классический, о котором вы упомянули, он сыграл свою немалую позитивную роль. Потому что, ну, президент Путин, у него есть много забот, помимо чисто исторических штудий. Я думаю, что он человек, конечно, интересующийся и читающий, но я думаю, что в течение долгих лет эта тема была на дальней периферии его монаршего внимания. И то, что его патриарх, покойный Царство Небесное Алексей Второй, и там еще был тогдашний омбудсмен Владимир Петрович Лукин, два человека с абсолютно однозначными взглядами на этот предмет, они его сводили туда, показали, рассказали, объяснили, что там было, и сколько там народу погибло, и как погибло. Я думаю, что это на него произвело впечатление эмоциональное. Если бы этого не было, у нас по пути ресталинизации мы зашли бы дальше. При этом мы все равно, конечно, никак не гарантированно вот этой ресталинизации, потому что она в значительной степени прагматически выгодна власти. Любой власти? Нынешней власти. Вот в том-то я не буду говорить... Нынешней чекистской власти. Да, нынешней чекистской власти, конечно. Она выгодна, несомненно. И поэтому выгодно в соответствующем духе в значительной степени воспитывать и народ. А народ и рад стараться. Плох, что ли, народ, Николай? Плох, хорош? Нет, при чем здесь это? И нельзя же народ воспринимать исключительно в черно-белых категориях. Плох, хорош. Народ, он народ просто. Со своей нашей известной нам исторической традицией и так далее. Поэтому если это народ, которому рассказывают все время про то, что самое главное событие в нашей истории это победа в Великой Отечественной войне, а руководителем государства и творцом победы, соответственно, был Иосиф Виссарионович Сталин. Ну, народ и порядок при нем был. И потом сейчас у нас главная тенденция и наиболее продаваемая идея наша – это антизападничество и антиамериканизм. А пойдите, найдите большего антизападника и антиамериканиста, чем Сталин. Ну, со всех сторон подходит. Хотя в деталях не всегда все так с антизападническим и антиамериканизмом. Когда приперло, то стал союзником Запада, а в технологическом плане страшно хотел все, что возможно у них купить. Ну, технологический план – да, но приперло, конечно. Но тогда можно объявить и Уинстона Черчилля большим другом советского народа. Но он готов был с Гитлером и в аду воевать. Совершенно верно. Который говорил, что если Гитлер вторгнется в ад, он заключит союз с Сатаной. Вот он и заключил союз с Сатаной, когда Гитлер вторгся в Советский Союз. Он заключил союз со Сталином. Так что нынешней власти, конечно, выгодны вот эти вот про-сталинские тенденции. Но, я повторяю, если бы не было этого похода в Бутово, если бы не было давления со стороны историков, правозащитников и так далее, которые так, в премиуме, не подкладывают Путину какие-то факты исторические и объясняют их значение, я думаю, что мы бы зашли по этому пути гораздо дальше, чем того места, в котором мы находимся сегодня. Ну, не знаю, куда уж дальше. Вот смотрите. О, я вас уверяю, вот Альберт Эйнштейн со своей теорией относительности, он был абсолютно прав. Не знаю, не знаю. Ну, вот смотрите, есть монументы, с другой стороны, огромный комплекс документов архивных был закрыт в последнее время специальным решением, там, какой-то особой комиссии и так далее. Вы же понимаете, что для многих, и, собственно, для общественного сознания, документы довольно часто важнее, чем вот какое-то такое вот, ну, что-то такое железное там или медное, что будет стоять на проспекте Сахарова, на пересечении проспекта Сахарова и Садова с Пасской улицей. Ну, есть на эту тему старый анекдот, который я не могу воспроизвести в эфире, к сожалению, о бунте, о бунте в среде, в среде девушек легкого поведения. И, ну, а что ж такое, платят мало? Нет, все кормят плохо. А в чем дело? Ну, там было другое более определенное слово употреблено. Ну, проститутки, сэр. Вот чекисты, сэр, ну, вполне определенная ментальность цеховая. Здесь никуда не деться. Но, тем не менее, я повторяю, это может быть чекистская ментальность с радостью детской, восторженной по поводу того, сколько народу было порезано. И жалко, что мало, как Сталин говорил про Ивана Грозного, упрекалывал в излишнем либерализме и мягкости. А может быть так, что все-таки, ну, да, ну, преступление, преступление, но куда ж деваться, очень плохая позиция. Когда об убийце Душегубе говорится, да, убил много народу, но, вот в русском языке разделительный союз но, он обладает таким свойством. То, что до него можно забыть, имеет смысл из всего сказанного только то, что говорится после этого слова «но». Но, тем не менее, несмотря на все это, конечно, важно, что они понимают, что Сталин был преступник. Дело ведь не в Сталине, который давно сгнил. Дело ведь в системе, которую он создал. Ведь те люди, которые сейчас тоскуют и ностальгируют по Сталину, они же ностальгируют не лично по этим Виссарионовичам. Мало того, в полной мере возвращения этой системы они не хотят, потому что они прекрасно себя чувствуют. И никакого желания ночью вздрагивать при звуках автомобиля, останавливающегося у подъезда, у них нет. Тем более, что есть, я бы сказал так, проблема, есть за что за ними приехать. Как нам показывают периодически в какой-нибудь республике Коми или на Сахалине, мы видим некоторые детали этого быта, которые явно не очень законно себе созданы. Конечно, конечно. Поэтому, разумеется, номенклатура, почему она вздохнула при Хрущеве, просто выдохнула полной грудью, потому что, слава богу, все хорошее осталось, а именно пайки, дачи и так далее, а все плохое, типа бессонные ночи в ожидании звонка в дверь, они, это все исчезло. И сейчас плохого не хотят. Но, тем не менее, он, конечно, такая страсть по хорошо смазанному сапогу, она присутствует. Она была бы гораздо сильнее, если бы не деятельность тех же правозащитников, несомненно. И их определенное воздействие на первое лицо. Вот я хочу еще раз вспомнить, когда православную церковь возглавлял Алексей II, и с этой стороны воздействие тоже оказывал. Да, ну вот на встрече на Совете по правам человека, на встрече с президентом Путиным, все время его куда-то зазывали. Вот, например, господин Федотов предложил ему посетить мемориальный центр Перм-36 в Пермском крае, посмотреть на месте, цитирую, как реализуется это поручение, сохранить уникальный музей. Ну, знаете, ну вот посетит этот музей господин Путин. Там сейчас экспозиция сменилась, и теперь там, как я понимаю, не музей, так сказать, о тех, кто сидел в жертвах террора. А тех, кто их охранял. А тех, кто их охранял, да, превращен в музей работников ГУЛАГа. И вот придет туда президент и скажет, ну что, хороший музей, надо такие музеи работников ГУЛАГа, вот, честных тружеников зоны, создать везде, где это было. Не совсем так, я думаю. Он же туда один не придет. Как правило, он в соответствующие места приходит в соответствующем сопровождении. Но там же есть те, кто создал эту композицию новую? Если он посещает там место, где производятся ракеты с ядерными боеголовками, его будут сопровождать Рогозин. Если он придет почтить память куда-нибудь Иосифа Сеоновича Сталина, его будет сопровождать Проханов. Или Зюганов. Или Зюганов. Но если он придет все-таки, как бы сейчас не выглядел музей Пермь-36, если он придет туда, его будет сопровождать тот же Федотов. И, несомненно, будет показан их какой-то диалог, и Федотов на месте какие-то слова под камеру скажет в присутствии президента, и президент на них кивнет головой. Несомненно. Это будет важно. Я его тоже звал. Или поправить. Да, вот я как раз хотел спросить. Вы его позвали на открытие музея ГУЛАГа в Москве в новом здании, по-моему, 30 октября тоже был. И мотивировал это приглашение. А чем вы мотивировали? А я мотивировал, могу повторить дословно. Я сказал так, что, Владимир Владимирович, у нас страна вертикальная, все смотрят на первое лицо. Поэтому, если вы придете, посетите этот музей в день его открытия, это будет хороший знак и хороший сигнал. Это дословно то, что я сказал. Он посмотрел на вас, Владимир Владимирович Путин, подумал и про себя решил. Не надо им, этим либералам и западникам давать этот хороший знак и хороший сигнал. Очень может быть. А может и придет. А кто его знает? То есть, все время надежда на перевоспитание или воспитание царя. Поздновато как-то возраст у Путина такой, знаете? Нет, нет, нет. Воспитывать царя уже поздно. Так. Сейчас уже поздно. Но, тем не менее, желание есть каким-то образом направить его властные возможности в позитивную сторону. Ну, почему нужно отказывать себе в попытках это сделать? Я не знаю. У нас же действительно очень вертикальная страна. И при любом отношении к президенту Путину его власть, его влияние на государственные органы, на общественное мнение огромно. Поэтому не пытаться каким-то образом это использовать, не пытаться в том и в той или иной степени как-то за влияние на него и побороться, на мой взгляд, это неправильно, непрофессионально, нерационально. В эфире радио «Свобода» Николая Сванидзе, который все бьется об кремлевскую стену. И к нам присоединился Мустафа Наим, украинский журналист, общественный деятель и зампредседателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде. Мустафа, добрый день. И хотел вас сразу спросить о том, что у вас происходит, как происходит вот эта десоветизация, деленинизация. Потому что некоторые демократические политики здесь в России говорят, ну нечем им там заняться, кроме памятников Ленину. есть ведь вещи и поважнее. Ну, на самом деле, действительно, есть разные точки зрения. Дело в том, что мы за последние два года настолько сильно ощутили, что на самом деле символы, информация и любые проявления чужой идеологии или другой идеологии имеют такое большое значение, имеют настолько сильное влияние на процессы в стране, что пренебрегать такими вещами было бы уже ну как минимум глупо. И памятник Ленина всего лишь проявление этого. И для многих людей просто тоже надо понимать, что для многих людей это в том числе проявление нашего прошлого, которое сейчас напрямую связано с Российской Федерацией. Очевидно, понятно, что в случае, когда у нас начали погибать люди и погибать не там от ПДД, да, не от дорожных происшествий, а во время войны и за борьбу двух идеологий, кто-то хотел Европу, кто-то требовал, чтобы это была Российская Федерация, то очевидно, что любые проявления вражеских наследий, они уничтожаются просто в силу и человеческих эмоций, и в силу того, что мы не хотим с этим ассоциироваться и иметь общее. Поэтому тут нельзя говорить только о механическом свержении памятникам или механическом переименовывании улиц. Это цивилизационный выбор. Да, наверное, было бы правильно и красиво в какой-нибудь, если это читать книжки по истории, хранили, приукрасили, или, как у нас в некоторых городах, одевают их в вышиванки. Но реалии таковы, что сейчас другие эмоции, другое время, и люди настроены совсем по-другому. Мустафа, хотел вас спросить, а вот Компартия Украины, она выведена из политического поля, собственно, как коммунистическая партия, наследник вот этой репрессивной сталинской системы, или как антипатриотическая сепаратистская партия, такая рука путинской Москвы? Вы знаете, тут на самом деле все очень банально и просто. Коммунистическая партия является юридическим лицом, как и в России все партии являются юридическим лицом. Она была запрещена в силу нарушения законодательства Украины, в том числе Конституции. Когда у нас был аннексирован Крым, и это было нарушением территориальной целостности Украины, Коммунистическая партия частично это поддержала. Я уже не говорю о том, какие они, в принципе, в их программных положениях были тезисы касательно и внешней политики, касательно и самой страны, и логики развития. В этом смысле она запрещена как юридическая организация. Посчитать, как можно было запретить любую другую общественную организацию или пресечь это в виде проявлений физического лица. Поэтому тут не запрещена идеология. У нас нет запрета на идеологию. Если другая любая партия, которая появится и назовется бекоммунистической и будет продвигать идеологию коммунизма как идеологию коммунизма, а не как инструмент геополитическое влияние другого государства или как инструмент развала государства, то я думаю, что никаких проблем не будет. Хорошо. Я спрошу Николая тогда Сванидзе. Николай Карлович, как вы смотрите на то, что делают сейчас в Украине под десоветизацией? Ну вот архивы они все открыли, закон приняли. Вот памятники убирают. Вы бы хотели такого пути для России? Ну, в конечном счете я не против, конечно. Не против открытия архивов, не против десоветизации. Разумеется. На Украине это делать проще, чем в России. Почему? По целому ряду причин. Прежде всего, потому что Украина не Россия. Это была империя не украинская. Это была российская империя. И Украина никогда не чувствовала себя субъектом этой империи, хозяином ее. Поэтому там совершенно другое отношение к имперским традициям. То есть у них деколонизация. У них идет деколонизация, у них это идет в патриотическом русле. Так же, как и у поляков, и у чехов, и у грузин, и у всех на свете, кто входил в советскую орбиту влияния в том или ином смысле. Входил и в состав Советского Союза, или в состав соцблока. Совершенно другое отношение к нашей общей истории. В России это все гораздо сложнее, потому что в России патриотизм у значительного большинства населения ассоциируется как раз с имперскими традициями. В этом благо, и в этом такое благодатное поле для набора очков и коммунистической партии, и Российской Федерации, в том числе, и нынешней власти, когда она отбирает это поле у коммунистов. У Украины другое. В этом плане Украине проще. Но, конечно, я совершенно не против того, что они там делают именно в этом направлении, разумеется. Может быть, надо было просто вовремя запретить коммунистическую партию в России? Вы знаете, запреты, запреты, я не уверен. Часто там у них опять-таки проще это делать, потому что они считают себя и не безосновательным в состоянии войны с Россией, а коммунисты у них просто это то, что у нас называется пятой колонной. Поэтому им это опять-таки сделать проще и убедить граждан страны в патриотическом смысле этого запрета. У нас это было невозможно и когда заходила речь, скажем, она заходила в 96-м году, как мы с вами помним, о возможном запрете коммунистической партии, я думаю, что это было бы чревато просто государственным переворотом. Я еще раз Мустафу спрошу, скажите, пожалуйста, вот сейчас есть некая такая приостановка военных действий в Донбассе, есть какой-то такой вот замороженный конфликт, Владимир Путин переключается на новые такие геополитические рынки, продает Россию как участника конфликта в Сирии. Есть ли у вас надежда на то, что в Украину придет мирный процесс? Вы знаете, я думаю, что тут надо исходить не из того, что сейчас происходит в плане механических действий, того, что здесь заявление, приостановлена война и так далее, а из того, в каком состоянии чувствует себя страна. Если брать, конечно, в геополитическом смысле, вроде бы должна Украина успокоиться, но мы должны понимать, это 40 миллионов населения, которое считает себя и обоснованно считает себя униженным. Они считают, и мы считаем действительно, что у нас отобрали кусок нашей территории. Мы считаем, что наши ребята погибли там зря. Не мы начинали эту войну, не мы нападали, напали на нашу территорию. Более того, теперь оказывается, что условием для того, чтобы на нашей территории не шла война, мы должны эти какие-то уступки в другой части своей страны, там, на Донбассе или в Крыму. В этом смысле война, она не окончена. Война будет передорожна до тех пор, пока не будет восстановлено вот то эмоциональное состояние. Я уже не говорю про элементарное возвращение территории, вывода войск, контроля над границей. Если все это случится, то дальше будет следующий виток. Это Крым. С Крымом никто не успокоится. Поэтому я не думаю, что, честно говоря, прекращение войны. И второй момент, который нужно очень хорошо понимать. Дело в том, что, конечно, в Сирии Россия решает геополитические проблемы. Но есть один нюанс. Украина находится у ее границ. И это не маленькая страна, которая будет молчать. Более того, те настроения, которые сейчас и здесь есть, уже могут дать нам основание говорить о том, что здесь не будет так называемой пятой колонны или здесь не будет пророссийского правительства, как, например, это сделали уж какой-то. Здесь будет постоянно украинское правительство, постоянно украинский действующий президент, и здесь будут настроения такие. Переломить их невозможно. А это означает, что для любого следующего президента, премьера, министра обороны или парламента вопросы Крыма, Донбасса, до тех пор, пока они находятся в нынешнем состоянии, это вызов. И если они не будут занимать категорическую позицию потом по поводу того, что эти территории должны быть освобождены и возвращены в Украину, они будут иметь внутри политический кризис и проблемы. А это означает, что такое перманентное состояние войны будет продолжаться ровно до тех пор, пока не будет возвращен статус-кво. Поэтому я не думаю, что нужно говорить о запрете или окончании войны. Более того, я думаю, что Российская Федерация прекрасно все понимает, что как только закончится война на Донбассе, встанет вопрос Крыма. Мы его поднимем. Сейчас просто, да, под давлением смертей Донецки и Лугански тема Крыма из информационного потока, она объективна, она чуть-чуть даже на второй план, но это существует. Люди, которые сейчас выйдут на Донбассе, как только они освободятся, они пойдут на Крым. Это очевидный факт. Мы можем закрывать на это глаза или не закрывать глаза, но это случится рано или поздно. Я Николаю тогда спрошу, Николай Картович, ну вот смотрите, получается, создана такая система, которая будет воспроизводить и вот эту ресталинизацию, и репрессивность путинского режима именно благодаря этой вечной теперь в кавычках вечной войне с Украиной, даже если в Москве не хотят это называть войной. То есть, для того, чтобы проводить в России хоть какие-то политические реформы, получается, нужно прекратить войну с Украиной, вернуть украденное, ну а как это возможно? Ну, здесь в конечном счете правильно, но вы все в один мешок побросали. Времени мало. Я понимаю. На мой взгляд, на мой взгляд, все-таки эти вещи несколько разные, их объединяет вот что. война на Украине, война, пусть холодная, уже очевидно имеющая место на самом деле с Западом, создает ощущение общего милитаризма, общую атмосферу, в которой, конечно, и ресталинизация, и какие-то репрессивные тенденции, они достаточно естественные и органичные. В этом плане то, что вы все в этот мешок побросали, это, в общем, справедливо. Но, тем не менее, это, конечно, разные вещи. И там, скажем, Бутово с одной стороны и Донбасс с другой, это одно другому не противоречит. Можно воевать в Донбассе и при этом посещать Бутово. Вспомните, первое, подвалы, название НКВД, там какие-то СМЕРШи, вся репрессивная практика сталинизма вернулась в этих вот так называемых ДНРах, ЛНРах. Ну, правильно, но официальная наша позиция, ребят, мы к этому не имеем отношения. Ну, врать-то научились и Владимир Путин научился. Не мы же там подвалы роем и туда всех бросаем. Это они, да, ребята горячатся, но там же война. Вот наша официальная позиция. Такая же, как на переговорах там в Минске или в Париже. Ребят, мы на них не можем давить, мы на них вообще влияния не имеем. Вот вы с ними разговариваете. Я повторяю еще раз. Вот то, что сейчас происходит и в Донбассе, где сейчас заморожена ситуация в значительной степени, но не слита, по моему убеждению, Путином, и в Сирии. Это все в конечном счете элементы нашего в глазах общественного мнения. И именно этот пункт, он все время акцентируется и нашей пропагандой. Это все идет в русле нашего противостояния Западу. Но поскольку противостояние Западу имеет не географический смысл, а я бы сказал такой даже не политический, а идеологический, то, конечно, в этом смысле Запад либералы, Запад институты, Запад примат прав человека по сравнению с правами государства, а у нас все наоборот. У нас государство, у нас популярный лидер, у нас самодержавие, совершенно верно, православие и народность. Так, как ее понимал автор этой триады Сергей Семенович Уваров, который говорил, что народность наша есть абсолютное повиновение самодержавию. Вот это у нас так. И в этом смысле, конечно, все сталинистские тенденции, повторяю еще раз, и репрессивные они здесь вполне органичны. Ну, что ж, я еще раз попрошу Мустафу, может быть, что-то прокомментировать. Действительно, вот есть ли возможность того, что все-таки в общественном мнении России Украина будет выглядеть несколько лучше, чем сейчас? Я понимаю, что пропаганда очень мощная ведется против вас, и Майдан, слово, оно такое сделано ругательное, с усилиями российского телевидения. Но, действительно, я слышу и другое, что, например, на Западе чувствуется раздражение от отсутствия в Украине реальных реформ, решительных лидеров, действий, так сказать, каких-то. Ну, я понимаю, памятники снять легко, а, скажем, провести демонополизацию и разгосударствление экономики и общества гораздо сложнее. Но ведь может получиться так, что на вас будут показывать пальцем, как на какую-нибудь Молдавию, когда 6 лет там прозападная такая либеральная коалиция была у власти, а теперь люди стали выходить на улицу с протестами, потому что эта коалиция мало что сделала для народа. Знаете, тут есть два момента. Во-первых, что касается имиджа Украины в России. Тут нужно понимать, кто заинтересован в том, чтобы имидж Украины в России стал лучше. Сейчас я не вижу заинтересованных лиц ни в России, а в Украине, не до этого об этом не думают. Нет такой задачи. Что касается того, о чем вы сказали по действующей власти и по реформам, которые происходят в стране, да, есть проблемы. Их надо признать. Вопрос в другом. Если вы сравните все эти страны, в которых прошли примеры, которые сейчас для нас являются неким условным примером, Эстония, Латвия, в этих странах в принципе после таких революционных событий первые правительства и не были такими реформаторами, это не означает, что мы должны брать с них пример. Но мне кажется, сейчас важен совсем другой фактор. Сейчас важно поступательное и последовательное движение в ту сторону и в том направлении, которое мы выбрали на Майдане. Как бы оно ни казалось правильным или неправильным, это слово, оно в принципе было ценностным. И многие вещи были сформированы тогда. В этом смысле и украинское общество, и власть под давлением идет в эту сторону. Да, это медленно, да, это неправильно, но никто не сбрасывает карты со стола и не говорит, нет, ну теперь так не будет, будет вот так. Будет так, как хотят люди. И власть сейчас подчиняется обществу. Это очень важный момент. К сожалению, да, мы не получили тех радикальных изменений и таких решительных лидеров, за которыми пошло общество. Сейчас общество ведет власть. В этом есть проблема. Но общество достаточно сознательное. Что касается того, что будут указывать пальцами, я так не думаю. Из того, что я вижу сейчас в центре этой истории, где в том, что я сейчас народный депутат, и я понимаю, что происходит внутри. Происходят необратимые вещи, необратимые процессы, которые не позволят вернуться назад. Да, это не означает, что является залогом движения вперед и даже не определяет темп этого движения. Но назад отката уже не может быть, потому что люди очень быстро привыкают к хорошим. А страх-то и тем, что может случиться, если власть вдруг захочет резко поменять ситуацию, вопреки воле общества, есть уже у всех чиновников, которые пришли сейчас к власти. Поэтому это сейчас вопрос времени. Да, время работает против нас. Да, есть война. Но то, что мы движемся в правильном направлении, и это направление будет поддержано и обществом, и властью, у меня нет никаких сомнений. Слушайте, а вот назад, смотрите, вы в России, в свое время, я даже помню, там любимый Николаем Сванидзе Анатолий Чубайс говорил, что мы забили там гвоздь в крышку гроба коммунизма и так далее. Ну и коммунизм вылез, и нацизм вылез, и агрессия вылезла, и все эти сталинистские комплексы вылезли. Оказалось, что никто ни от чего не гарантирован, так сказать, и от переворота ползучего и так далее. Вот этого страха, значит, у вас нет никакого, что явится новый Янукович, популист какой-нибудь и так далее. Смотрите, конечно, такая, как бы, есть риск всегда, вопрос в другом. То, что произошло в Украине, к счастью, произошло и на сломе поколений. Те люди, которые стали на Оранжевом Майдане в 2004 году, им было там 15, 20, 25, сейчас им уже 30, 35 лет, и эти люди достаточно хорошо последние 10 лет понимают, что такое откат назад, достаточно понимают, что такое разочарование, и у них еще достаточно много сил и слепой веры в лучшее, чтобы перевернуть эту систему изнутри. Сейчас власть и властные коридоры в Украине обогащены огромным количеством молодых людей, которые, в принципе, у них в крови другие ценности и другой взгляд на вещи. Это не на самом деле, что это идеал, который мы там рисовали себе, но это другое. Это точно не возврат к тому деспотичному режиму, не точно не возврат к каким-то приматам ценностей государства, над человеком, системой, над личностью. Это другое. Я не верю в то, что у нас, возможно, отказ в ту сторону. Другой вопрос, что для того, чтобы то, что произошло в России, нужны были огромные деньги. Режим, который установлен в России, он нуждается в подпитке. У государства есть возможность подкупать силовые органы и поддерживать этот уровень и напряжения, и давления на общество. В Украине нет таких денег, элементарно. И это может быть наше благо, что у нас нет такого нефтяного подложки, которая позволила бы любой власти, придя, подавить полностью волю всех правоохранительных органов, антикоррупционных органов и поставить власть, то есть общество, в какой-то угол. В этом смысле в Украине, конечно, проще. И я думаю, что такого, вот такого кардинального возврата, как в России было после Ельцина, невозможно. Хорошо, давайте мы еще Николаю тогда звонить, зададим возможность ответить на эту тему об уроках Украины для России. Может быть, и в России вот те люди, которые выходили когда-то на Болотную неудачно, они еще вернутся на новую площадь, да, зададут вопросы власти и о войне в Украине, и о нынешней ситуации, так сказать, экономической, которая резко ухудшается, в том числе прямыми действиями власти и Кремля, собственно, в конце концов, кризис-то с падения в 4% ВВП создан искусственно, именно действиями на международной арене? Ну, сразу скажу, что с последним тезисом я не согласен. То есть, кризис создан, ну, можно говорить, насколько искусственно, вероятно, да, но не действиями на международной арене. Действиями на международной арене его катализировали, Ну, как же, санкции-то откуда взялись? Не надо нападать на Украину. Но кризис создан не санкциями. Санкции... От части, да. Очень... От небольшой части, как утверждают экономисты. Ну, слушайте, весь мир потихоньку растет, а Россия падает. Правильно, но... А кто ж спорит? Это кризис. Ну, просто речь идет не об этом. Кризис России, кризис системы. Вот! Кризис системы, а не кризис, связанный с санкциями. Ну, если вы еще сукво скрываете себе, ну... Да, кризис, этот кризис структурный, и он начался еще до всяких санкций, до Украины, и до ИГИЛа. Он начался из-за очень жестоких диспропорций в нашей экономике, из-за диспропорций в нашей политической системе. Он гораздо... Если бы вы были правы, было бы дело легче. Кризис глубже, чем... Его происхождение глубже, чем внешнеполитическое и санкционное. Естественно, от санкций, как известных валенок Тихона в 12 стульях, которые воздух не озонировали, старые стояли в углу. Но главный-то запах был в дворнице, как известно, о новых. Вот. Так вот, вот здесь главный запах у нас от нашей структуры экономической и политической. Санкции, конечно, это усиливают. Но возвращаясь к... Поэтому сам по себе выход даже с Украины и даже уход от санкций, если они будут отменены. И даже взлет цен на нефть за 100 долларов за бочку, как утверждают экономисты, не спасет нашу экономику от кризисных явлений. Для того, чтобы спасти ее, от этого нужно перестраивать экономику и всю нашу политическую систему. Не только... Кто же ее будет перестраивать? Это другой вопрос. Вот, может быть, молодые люди... Так вот, возвращаясь к первой части вашего тезиса насчет того, что возможно ли возвращение болотных людей обратно на болотную. Да, когда осядет пыль пропагандистско-псевдопатриотическая связана с той же Украиной, а она уже на самом деле понемножку, как утверждают уже социологи, понемножку осаживается. Людям надоедает включать утюг и видеть там Украину, 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 которая сейчас совершенно верна, которая сейчас сменилась на Сирию, Сирию, Сирию. И такое ощущение сначала, что мы живем в Донбассе или в Киеве, немножко в Вашингтоне, но никак не в России. А сейчас еще немножко в Дамаске, но опять-таки никак не в России. А люди живут в России, и холодильники у них в России, и магазины у них в России, и ЖКХ у них в России. Все это в России. И понемножку тема вот этой вот внешнеполитических наших побед, тем более, если победы не столь величественны, она отходит на задний план, а на первый план выходит их ежедневная, как у всех людей на Земле, будечная жизнь. И в этом случае, если вот эта, я повторяю, пыль осядет, но власть будет делать очень многое для того, чтобы она не оседала. Потому что у власти два варианта действий. Либо менять ситуацию, на что она, я здесь с вами согласен, не представляю, при каких условиях может пойти. Сейчас я этих условий вообще не вижу, в принципе. Потому что эти условия связаны с переводом страны с ручного управления на иную форму, а это означает ослабление своей власти. А на это власть. Власть на ослабление власти не пойдет. Ну, у нас власть это Путин. Власть это Путин, конечно, несомненно. Путин не пойдет. Первое лицо, не пойдет. Значит, я не вижу таких вариантов сейчас. Значит, нужно будет отвлекать людей от этих обстоятельствах внутренней жизни. Сирии отвлекающие маневры? Сирии отвлекают в значительной степени, не только это, это отдельная тема, но в значительной степени это продолжение отвлекающего маневра. Потому что отвлекающий маневр под названием Украина, уже его отвлекающая мощь ослабела, просто надоела. Вот, значит, нужно что-то новое. И перепрыгнули, как бабочка или пчелка с цветка на цветок. Не дососав предыдущий, перепрыгнули на следующий. Какой будет еще один следующий? Не знаю. Может быть, возвращение на Украину. Ну что ж, тогда немножко еще о Сирии спросим. Да, ну вот перепрыгнули с цветка на цветок. Все-таки в этом перепрыгивании что? Переключение с Украины и Донбасса, с войны там реальное, на войну с мировым злом? Или конкуренция в этой вот борьбе с Западом? Что у Запада есть свои, так сказать, там интересы, предположим, поддержка сирийской оппозиции, а Россия будет поддерживать своего, этого самого сына, диктатора Асада? Дело вот в чем, на мой взгляд. Точно ответить на этот вопрос мало кто сможет на ваш. Поэтому мы здесь можем только рассуждать вслух. Дело в том, что решения, которые сейчас принимаются, начиная с Крыма, они в значительной степени эмоциональные, как мне кажется. Вообще, при самодержавной власти, а у нас сейчас власть несомненно самодержавная, когда институты не работают, когда экспертиза в значительной степени не работает, то, что экспертиза, она тоже институциональна. Даже когда принималось решение престарелым брежневским политбюро по вводе войск в Афганистан, и то какие-то институты в прямом смысле, академические институты, которые занимались этой проблематикой, пытались воздействовать на эту четверку, принимавших решения. На Брежнева, Устинова, Громыка, Андропова пытались воздействовать. Арбатов, директор института США и Канады пытался. Примаков пытался. Все люди, эксперты, которые понимали, что такое влезть двумя ногами в мусульманскую страну, говорили, не надо, ребята. Их не послушали. Но хотя бы попытки воздействия были. Сейчас в связи с Крымом, с Донбассом, даже попыток, насколько мне известно, не было. И решения принимали даже не четыре человека, а фактически один. Решения по Крыму вы имеете? Решения по Крыму. Все решения, не только по Крыму, и по Донбассу, и сейчас по Сирии, все решения подобного рода, они принимаются одним человеком. Они принимаются абсолютно без учета экспертных, как я понимаю. Во всем случае, тех экспертных рекомендаций, которые противоречат уже сформировавшейся позиции этого человека. Они, может быть, просто к нему на стол не попадают? Может быть, и не попадают на стол, не знаю. Это все следствие самодержавной формы правления. И поэтому, какими, вот это первое лицо наше, какими руководствовался идеями, целями, задачами, когда принимал то или иное решение, я залезть в Владимира Владимировича Путину внутрь его черепной коробки не в состоянии. Но поэтому здесь можно гадать, что имелось в виду. Хотя мы видим, вот по Сирии мы видим некоторую практику, что Россию упрекают в том, что ее удары направлены отнюдь не на исламское государство, а на какие-то другие оппозиционные группировки. Что вполне естественно, потому что главная наша задача не убрать бомбардировками ИГИЛ, что невозможно. Я думаю, что как бы не размахивали шашкой наши доблестные генералы, что бы они ни говорили Путину, совершенно очевидно, что и они, и он достаточно опытные, профессиональные и вменяемые для того, чтобы понимать, что если это репка, которую американцы тянули, тянули, не вытянули с воздуха, нет оснований считать, что мы ее вытянем. Значительно меньшими силами и за несопоставимой меньшую единицу времени. Значит, задача не эта. Но может быть задача чисто такая пропагандистская, вот один из комментаторов предположил, задача Путина максимально разжечь войну как раз к моменту опубликования доклада по сбитому над Донбассом Боингу к 13 октября. Ну, на мой взгляд, это конспирология, которая обычно свойственна нашим пропагандистам, в данном случае свойственна другим. Не вижу здесь прямой связи. Это страшная пропагандистская, пиаровская угроза, которая висит над нами, материалы по сбитому Боингу, но я не вижу, в какой мере Сирия здесь связана именно с этой темой. Я думаю, что здесь имеют место другие темы. Я думаю, что это попытка, да, обратить на себя внимание, как насильно реально действующего мирового игрока, это попытка спасти Башара Асада, не уничтожить ИГИЛ. И, кстати, мы об этого даже фактически не скрываем. А спасти рядового Башара Асада. Вместе с военной базой на Средиземном... Вместе с военной базой, вместе, вместе просто, просто, чтобы был там у нас свой человечек. Просто потому, что он наш. Вот это чисто эмоционально. Вот он наш. По какой степени он российский, это отдельный вопрос. Главное, что мы так считаем. Такое крутило Советским Союзом и стоило очень дорого. Главное, что мы так считаем. Как известно, его батюшка приезжал сюда и говорил, что без оружия на сумму в миллиард долларов он отсюда не уезжает. Значит, кто кем крутит, другой вопрос. Хвост собакой, конечно, несомненно. Но, тем не менее, мы считаем, он наш парень. И поэтому мы его защищаем. И не дадим его во виду Западу. И пусть все наши люди видят, что мы своих в обиду Западу не даем. И мы на глобальном уровне участвуем в большой игре и не уступаем. Вот цель. А Кадыров вот говорит, что он хочет повоевать, предлагает сухопутную операцию. Вам не кажется, что он действует на опережение? Он что-то знает или подозревает? Нет, не кажется. Мне кажется, что это его стиль, Рамзан Ахматович. Он всегда действует на опережение, но не потому, что что-то знает или подозревает. А потому, что его стиль действует на опережение. Вот помните, у меня был в детстве любимый мультик, наверное, вы его тоже помните, «Золотая антилопа». Роскошный совершенно мультфильм. И там у Раджи был палач. Здоровый бугай с кривой огромной саблей, который чуть что, чуть Раджа на кого косо посмотрит. Раджа немедленно подходит. Палач Ахматович подходит к Раджа и говорит, «Позволь, я отрублю ему голову». Вот он такой исполнитель, который говорит, что не надо голову рубить. Вот Рамзан Катеров все время предлагает кому-нибудь отрубить голову. А в случае убийства Немцова, знаете, тут есть серьезные подозрения, что его люди могли тоже забежать вперед? Есть такие подозрения, что они могли забежать вперед. Потому что это все не шутки, не «Золотая антилопа». Нет, при чем здесь шутки? Если я привожу в пример мультик, это не значит, что это шутки. Я просто так, для доходчивости. У нас в жизни-то палачи настоящие. И голову рубят по-настоящему, не мультяшно. Убийство Немцова, разумеется, конечно, наводит на определенные мысли. И, вероятно, эти люди хотели понравиться, скажем, большому папе. Понравились или нет, это другой вопрос. Но что Кадыров предлагает себя все время президенту Путину в качестве исполнителя, это несомненно. А и в какой-то момент Путин может этим воспользоваться. Скажем, в том, что касается Сирии. Если понадобится охранять военную базу, а для этого понадобятся пехотинцы. Я напомню, что Рамзан Кадыров все время позиционирует себя в качестве пехотинца Путина. Если понадобится частокол из русских штыков, российских штыков, вокруг головы Башара Асада, потому что с воздуха его охранять не всегда будет возможно, понадобится еще и на суше, вероятно, то эту роль могут исполнить чеченские бойцы Рамзана Кадырова. Просто потому, что они готовы, потому что они не будут писать правозащитникам, и потому что они мусульмане. Да, черкесская такая традиция, между прочим, свойственная. Такая дикая дивизия. Да, возможно. Хорошо, я хотел бы еще немножко поговорить все-таки о российском обществе. Насколько российское общество слабо представляет себе те опасности, которые происходят в связи с Сирийской войной, в связи с Украинской войной. Такое ощущение, что нет сил, способных оценить вот эти риски. Или мы просто из-за того хора, который, извините, на вашем телевидении постоянно звучит, там, кургиняны и все прочее, мы просто не слышим эти голоса? Ну, голоса, конечно, общество не слышит, несомненно. Общество уже давно предлагает совершенно безальтернативную оценку происходящего в стране и в мире. Абсолютно безальтернативную. И общество в этом плане совершенно беспомощно. Оно лишено возможности сделать правильный выбор. Потому что это сразу попадает просто, наподкапает на подкорку головного мозга. Другая позиция просто невозможна. Ну, ведь, вот, смотрите, заседает Совет по правам человека. Единственная обеспокоенность, которая высказана была в связи с российским участием в Сирии военным, она связана с тем, что там статус военнослужащих как-то будет ли там установлен специальным законом или не будет установлен. Ну, как-то мелковато для представителей прогрессивной общественности, понимаете? Знаете, я не готов принять все упреки, которые относятся ко всем институтам и органам нашей власти, ко всем общественным и политическим и государственным организациям, исключительно насчет Совета по правам человека. Он не может заменить всех и все, когда Совет Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации за 10 минут принял решение о разрешении, в соответствии с Конституцией РФ, статья 102, пункт Г, о разрешении президенту введения боевых действий военных вне территории России, не задав ни одного вопроса, ни одного, что за операция, какие цели операции, какие сроки операции, какая цена операции, что будет в случае, если операция окажется неэффективной, ни одного вопроса. — Но этот орган никто не выбирал, вы же прекрасно знаете, он абсолютно стопроцентно назначенный орган. — Абсолютно, но он конституционный орган. — Поэтому он такой. — Он конституционный орган. — Я подозреваю, если бы Дума давала согласие, при всей ее нынешней чудовищной сущности, вот этот единый фронт за Путина, там нашлось бы несколько депутатов, которые бы задали эти вопросы. — Мы даже знаем их фамилии. — Да, мы знаем. — Мы знаем их фамилии. Но, тем не менее, до Думы дело не дошло. — До Думы дело не дошло. — А что ругать Совет Федерации? — Да я не ругаю. — Он такой. — Кто же его ругает? Он же Совет Федерации. — А Совет по правам человека, конечно, не Совет Федерации, ничего не решает. Но, с другой стороны, там могут прозвучать какие-то голоса. — Могут. Они там звучат. Вот перед вами распечатка, и вы знаете, что на разные темы голоса там звучали. — Да, мелковатая тема, понимаете? — Ну, извините. — Да, ну давайте вот, знаете, зададим Владимиру Владимировичу вопрос. — Это вопрос, да. Давайте мы типа помилуем уехавшего, в прямом смысле, так оно и понимается, экономиста Сергея Гуриева, хорошего человека. На что президент говорит, да он убежал, но никто к нему претензий не предъявляет. Пусть возвращается. Хороший результат. — Хороший. Хороший. — После этого спрашивают, значит, вот там насчет посаженного или там возбужденного уголовного дела лидера петербургского отделения Парнаса Андрея Пивоварова. А на это президент говорит, да он там взятку давал и так далее, и так далее. Говорит неправду вам в глаза. — Михаил, вот в отношении Сирии... — Вот как этот диалог идет? — Михаил, в отношении Сирии вы как хотели? Ну, предположим, встает там, не знаю, Федотов, Алексеева, ваш покорный слуга, неважно. — И говорят, Владимир Владимирович... — И говорят, расскажите про Сирию. — Неплохо. — Ну, он в течение трех минут скажет то, что до него уже говорил Песков на эту тему. Или Лавров, или он сам. Что от этого измерить? Наоборот, это будет выглядеть совершенно по-другому. И вы бы мне сегодня сказали, Михаил, что же вы так подкладываетесь-то, Николай Кайлович? — Смотря как бы вы сказали, Николай Кайлович. — А как мы можем сказать? В соответствии с Конституцией Российской Федерации, по приглашению действующего президента Сирии, он же все это скажет. — И скажет, ну что же вы так ударьте в ему пасту? — А вы ему про Афганистан. — Что же вы ему пасту под удар? — Он скажет, ну при чем здесь Афганистан? — Афганистан-то был при Советском Союзе. Там совершенно по-другому решение принимались. У нас сейчас вот Совет Федерации. Ну, Миша, он же не сегодня утром родился. — Это мы понимаем. — Так же, как и мы с вами. Поэтому ничего бы из этого эффективного не вышло. Уверяю вас. — Мне кажется, что вот эти вот суррогатные органы, в которые и вы ходите, они могут, тем не менее, хотя бы воздействовать на общественное мнение. — Давайте мы отменим эти суррогатные органы. Стыдно. — Хорошо, не просим. — Не ходи на Совет Нечестивых. Стыдно. Отменим. — Ну, я понимаю вашу иронию. Ну, слушайте, в конце концов, вы там про прессу поговорили. Интересно было, да, Леонид Никитинский произнес яркую речь. — Да. — Деньги, которые тратятся на пиар губернаторов, пусть потратят на независимую прессу. — Молодец Леонид Никитинский, да. — И что? — Согласен, я его там поддержал. — Я слышал, да. — Да. Ну, так и что? Ну, это ж плюс. — Вы предлагаете, как это, самим себя власти высечь. Как отобрать у них один из инструментов? Инструмент вертикали, вот это вот информационное влияние. — А Сирии что вы предлагаете? Вот вы упрекаете за то, что они подняли вопрос по Сирии. А Сирии мы бы что предложили власти? — Слушайте, если Солженицын или теперь немножко анекдотический Кашин пишет письмо вождям Российской Федерации, наверное, он не рассчитывает на то, что он, и тот, и другой, не рассчитывает на то, что вожди возьмут и немедленно начнут, там, не знаю, поворачивать на север или сажать турчака. — Я бы для начала, хотя я не считаю Кашин анекдотическим, потому что его чуть не убили, я бы сказал, чудом жив остался. — Ну, сюжет с письмом анекдотический. — Но я бы его в один ряд с Александром Солженицем все-таки не ставил бы. — Ну, он себя поставил. — Ну, тогда вспомним еще Федора Раскольникова, который писал письмо Сталину. Тут вспомним еще, не знаю, князя Курбского, который писал письмо Ивану Грозному. — Я о том, что ваш совет — это тоже форма таких писем, в конце концов, как мне кажется, а не форма решения мелких каких-то проблем. Ах, давайте поможем малому бизнесу. — Вы считаете, что помощь малому бизнесу — это мелкая проблема? — Да не будет никто помогать малому бизнесу в этой ситуации. — А вы считаете, что выведет войск, что перестанет бомбардировать Сирию? Помогать малому бизнесу не будет, а бомбардировать... — Это способ обращения к общественному мнению, Николай. — Ну да, но мы, помимо прочего, имеем возможность обращаться к общественному мнению в индивидуальном порядке. Вот когда я даю вам интервью или выступаю по какому-нибудь еще радио, не буду упоминать, потому что это, как бы в данном случае, не принято на одной радиоплощадке упоминать другую. — Когда я высказываю свое мнение, это тоже давление на власть, это тоже влияние на общественное мнение. Да? Вы не согласны? — Я хочу спросить вас о прогнозе. Вот там много было на совете, на этом сказано президентам. Мы это сделаем, мы это посмотрим, мы это поправим. Может быть, там вот с законом об НКО изменим формулировку политическая деятельность, с помощью которой закрывают некоммерческие организации. Вы рассчитываете на какие-то реальные решения вот по итогам этого разговора? — Нет, не рассчитываю, но надеюсь. — А как это? — Надеюсь, надежда умирает последней, долбить в одну точку надо. Любил Михайловна Алексеева, которую тоже мало кто упрекнет в трусости, наверное, вот, дай бог здоровья ей, она подняла вопрос очень резко и предельно определенно об НКО. И у президента, в общем, предложила президенту в той вежливой форме, которая единственная и возможна в разговоре с главой государства, отменить закон об НКО как неэффективный. — Об иностранных агентах, да? — Да, об иностранных агентах, идущие во вред стране. — Владимир Владимирович это ее замечание, очень акцентированное, пропустил мимо, он на него вообще не отреагировал, но тем не менее сказал, что насчет критериев политической деятельности, а это важно при приписке НКО к иностранным агентам, надо будет подумать и поработать, если это обещание будет выполнено, и действительно это поможет НКО, и слава богу, политика — это искусство возможного. — Ну что ж, будем надеяться, что с кремлевского стола российскому обществу прилетит хоть шерсть и клок. Сегодня гостем в московской студии «Радио Свобода» был Николай Сванидзе, историк, тележурналист, вел эту передачу Михаил Соколов. Да, и с нами был Мустафан Аем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова